С добрым утром! Сегодня я расскажу стоимость квартир по годовому контракту в нашем прекрасном гардене, находящемся на море, недалеко от Шенчженя и Гонконга. Начнем с самой первой линии. Рядом гостиницы, апартаменты и наш Хайюн Тян. Небольшой компаунд, состоящий из шести домов, два трехлистника. Находящиеся на первой береговой линии, непосредственно в близости к воде, к пляжу. Квартиры в Хайюн Тянь очень интересные планировки. Состоят из студий, потом две спальни-зал и три спальни-зал. Конечно же есть одна спальня-зал, но они смотрят не на море и их очень-очень мало. Всего по одному стойку в каждом трехлистнике. Самые популярные по сдаче на год идут, конечно же, студии. Студии. Есть, которые смотрят на море. Есть, которые смотрят в противоположную сторону, как говорят агенты, в парк. То есть, значит, на весь гарден в противоположную сторону от моря. Называемая стоимость уже в себя включает Гон Ли Фэй. Это в Китае называется общие платежи коммунальные. Вывоз мусора, свет в подъездах, охрана и тому подобное. И в то же время интернет. Соответственно, стоимость студии начинается уже от тысячи. Включая в себя Гон Ли Фэй и интернет. А тысячи июня не в месяц. Подписывая контракт на студию, вы должны проверить, что у вас обязательно вписан туда уже интернет. Обязательно в стоимость входит Гон Ли Фэй. Это коммунальные платежи, повторяю. И уже помесячная стоимость. Тысяча, это первые этажи. Может быть, вот тысячи. Либо без вида на море. И далее стоимость идут уже более средние этажи. Там, допустим, начиная от восьмого, от десятого, от седьмого и выше. Она уже может доходить до 1800 юаней за один месяц. За свет и воду, конечно же, платите вы сами. По площади такие квартиры, примерно сама комната 60 квадратных метров. Идет плюс балкон, примерно 20 квадратных метров. Они вообще записаны 86 квадратных метров. Это которые с видом на море. Которые без вида на море. У них площадь, общая площадь вместе с балконом. И записанная площадь где-то 105 квадратных метров. Они немного больше. А балконы такие же одинаковые. Стоимость, которую я назвал, включает в себя мебель. Меблированные квартиры. Чтобы снять такую квартиру, вам нужно будет заплатить за первый месяц. Потом, как два месяца такую же стоимость заплатить депозит за квартиру. Которую в конце года вам хозяева должны вернуть за минусом оплаты за воду и за свет. И также вы будете снимать через агентство 50% от одной месячной арендной оплаты, заплатить агентству. И потом продолжать платить аренду помесячно. В то число, в которое вы подписали контракт. Ну, либо указанном в контракте. Бывает, что хозяева при подписании контракта вам дают еще один день, либо два дня дополнительные. Вот сегодня, допустим, 24 ноября, а вы контракт подписали там 26 ноября. 24 числа вы подписали контракт на 26. И все платежи у вас пойдут 26 числа. На первой линии нет подключенного газа в квартирах. Все пользуются электрическими плитками. Либо хозяева вам оставляют свою плитку, либо она у них встроенная в кухонную мебель. Либо вы покупаете свою плитку. То же самое касается зимы. Калориферы или еще что-то дешевле использовать, нежели когда есть кондиционер, который дует теплым воздухом. Потому что кондиционер за зиму наматывает бешеные деньги каждый месяц. Бывает по 680, по 900, по 1000 юаней. Если люди активно пользуются его. Особенно те, кто не знает, что кондиционер наматывает. И у них есть дети. Поэтому мы своим клиентам говорим покупать электрические отделы. В Китае недоступная цена 30-40 юаней. Бывает 100 юаней за дельца. Которые в ноги постелил, в постель, на диван. Еще на пол, допустим, если у вас есть дети. Они могут быть включены практически все время. Возгорания никогда не было за много лет. Если вы берете качественный продукт. Ну и также по электричеству они очень экономно работают. Допустим, один из них, который на диване лежит, он работает как 60-ваттная лампочка, включенная круглые сутки. Сейчас начинается зима, и это актуально. Я рассказываю это для тех, кто к нам приедет в Гарден. Скоро жить. Также за свет за воду платят в начале месяца. Обычно хозяева вам выставляют счет или пересылают счет из Думы управления. Каждый месяц с 1 по 5 число выставляются счета за свет за воду. Некоторым хозяевам выставляют счета каждые 2 месяца. Так что не обращайтесь, что хозяин забыл или еще что-то, когда вы платите через месяц. На второй месяц. Теперь расскажу о стоимости квартир. Две спальни и залы. Это большие квартиры. Они все идут с видом на море. Других квартир в обратную сторону или еще что-то их не бывает. Квартиры действительно очень большие. Во многих из них стоят два санузла. Один общий санузел при входе в квартиру, где рядом с одной стороны коридора кухни, с другой стороны санузел и душевая раздельные. И в одной мастер-битру, в одной из спален, которая смотрит на море, тоже санузел, тоже раздельный. Душевая и уборная. Обязательно бывает. Где-то в 70% случаев квартиры. Зал громадный, балкон громадный. Общая площадь таких квартир в среднем 120 квадратных метров. Это большие, хорошие квартиры. Они самые популярные. Их большинство, можно сказать. После студии сразу же. Таких квартир большинство. Они с большим громадным балконом, с видом на море. Солнечная сторона. Либо восточная, либо западная. Ну, либо еще выходят квартиры, которые, когда трехлестники стоят друг напротив друга. Четыре дома друг напротив друга смотрят. Цены на эти прекрасные большие квартиры начинаются сейчас. Примерно уже от двух тысяч. Полупустую квартиру можно найти. А в Гардене много пустых квартир, но далеко не все сдаются. Потому что хозяева купили и для перепродажи. Это вложение денег. Большинство квартир это просто вложение денег. Тем более первая береговая линия. Сейчас цены припали по недвижимости. Но через несколько лет опять взлетят. Все это знают. Ну, рынок. Рынок недвижимости упал. Так вот. Такие квартиры начинаются примерно от двух тысяч. Полупустые. Более-менее нормальные можно найти за две триста, две пятьсот. Это пускай будут нижние этажи квартиры. И самые хорошие квартиры, расположенные прекрасно, будут стоить вам примерно до четырех тысяч еваней за месяц. Ну, естественно, плюс депозит, который вы должны будете заплатить. И агентство. И каждый месяц, я говорю, надо будет платить от двух с половиной до четырех тысяч. Есть и такие квартиры, которые очень хорошо мобилированы. После ремонта бывают там и так далее, и так далее. Хотя дома здесь новые, но все равно люди ремонты делают. Китайцы деньги вкладывают и квартиры свои поддерживают в порядке. Далее у нас идут три спальни-зал-квартиры. Это три отдельных комнаты. Таких квартир два вида. Которые смотрят в море квартиры. Которые такие прямо в море, в торцах здания находятся. Это большие, хорошие квартиры. Двести с лишним квадратных метров. Двести пацан, двести тридцать, двести десять квадратных метров. Три отдельных спальни. В одной из них может быть санузел и душевая. И также есть общий санузел и душевая. Большой зал, большой балкон. Они смотрят в море. Эти квартиры начинаются в цене сейчас от трех с половиной. Но очень тяжело найти. По стоимости за четыре с половиной более-менее что-то попадается еще. Можно посмотреть. Но их мало, хорошо меблированных. Готовьтесь, если вам дадут такую квартиру, что надо будет докупать какую-то мебель или еще что-то. Но квартиры эти очень шикарные. С балкона видно море. Все 180 градусов. Посмотришь налево, направо. Тебе везде море. И есть три спальни-зал. Квартиры, которые поменьше по площади. Они идут 118-125 квадратных метров. В среднем. У них одна из спален. Она как кладовка такого плана сделана. Но многие ставят в ней кровать. Потом идут две полноценные спальни. В таких квартирах, которые поменьше, у них всего один санузел. Ну и большой громадный зал. Кухня отдельно. Громадный зал. Выходит обычно. Они торцевые квартиры. Все три комнаты это торцевые квартиры. Во всех шести зданиях. Они выходят в разные стороны. И у них разный вид. Есть вид, который на пляж. Это шикарный вид. Есть вид, который идут. На сам гарден. В обратную сторону. Не на море. Есть вид, который друг на друга смотрят. Ну в общем у них расположение такое. Не очень. Но квартиры сами по себе неплохие. Так вот их стоимость тоже начинается как у две спальни зал. Такие квартиры. Если две спальни залы все смотрят в море, то эти квартиры как бы не очень в море смотрятся. Поэтому их не цена начинается так же. От 2300. Ну если две спальни залы начинаются от 2000, то здесь от 2300. Но можно поискать варианты. И примерно до трех, до трех с половиной. Если хорошо меглированно. Еще раз повторяю. Такие трехкомнатные не очень, которые, они в основном все без вида, не очень пользуются спросом. В гардене, который я сейчас осветил вам, называется Хаюнтен. Дома 31 этаж. Как и во всем гардене практически. Самое лучшее расположение на море. Прямо на береговой линии. В непосредственной ближести от супермаркета. Очень недалеко идти до автовокзала, если идти. Потому что все уже купили себе мотики, скутеры, дырчики, электродырчики и так далее. И также рядышком супермаркет, гостица. Ну, в общем, все, все рядом. Самое лучшее расположение. Не забываем, что в гардене есть два садика. Школа. А школа дорогая. Поэтому еще ездят и возят своих детей в разные садики. В другие гардены, в соседние колхозы, деревни и так далее. И в нашем гардене уже проживает большая коммунная семья людей. И приехавших из бывшего союза, которые проживают в гардне. Постоянно все работают в Шенчжине и Гонконге. Ездим, уезжаем. Кто-то работает фрилансером здесь на месте. Интернеты есть разные, которые нужно подключить. Про это расскажем позже. Всего вам доброго.